Музыка Всем привет, меня зовут Дмитрий Шимко и в данном видеоролике я расскажу о совместимости двух земных знаков, козерог и телец. Пожалуй, одно из самых качественных сочетаний, если брать типичность знаков зодиака, то есть типичных представителей, невзирая на их даты, то это одно из самых надежных и благополучных сочетаний двух земных знаков. Девиз этого тандема всегда будет надежность и практичность. Всегда на первом месте у этих двух представителей будет вопрос денег, финансов, решения финансовых вопросов, путь к успеху за счет прагматичности, расчетливости, карьеры. Ни в коем случае не сменяемости курса идти на пролом какой-то конкретной одной цели. Но, как и в любом другом общем тригоне, в общей стихии, эти люди достаточно благополучно и комфортно ощущают рядом друг к другу, потому что комфортный союз взаимопонимания может возникать даже сидя просто в тишине, без слов. То есть эти люди могут чувствовать друг друга, даже на каком-то большом расстоянии. Они всегда будут вдвоем стремиться к какой-то победе, к какой-то одной общей цели. Как правило, она будет заэвуалирована, но целью будет являться, то есть задачей будет являться денежно-финансовая сторона. Так, ну что еще хотел сказать. Вообще нет таких, пожалуй, тем, которые не были бы общими в этом союзе. То есть какой аспект не затронуть, будь то путешествия, или может быть какие-то музыкальные инструменты пристрастия, или просто какая-то художественная затея. Это будет им интересно вдвоем. Главное найти именно ту самую точку соприкосновения, в которой им интересно было бы вариться. И там практически не будет никаких противодействий, то есть не будет никаких конфликтов. Хотя мелкие конфликты не исключены и в таких союзах, естественно, но при этом они достаточно быстро затихают. Здесь нет таких кардинальных, крутых перемен. Естественно, что козерог в этом союзе черствый. И вот эта вот такая некоторая изнеженность тельца, такой вот эмоциональный какой-то посыл может быть очень благоприятен для козерога. Он просто может растаять, чувствовать себя надежным. Потому что, как правило, у козерогов есть какое-то чувство внутри, чувство драматизма, чувство беспокойства постоянного. И именно телец с своей такой вот достаточно подвижной психосоматикой, потому что тельцы тоже крайне переменчивы в настроении. То они плачут, то они смеются, то радостные, то печальные. Но при этом именно козероги чувствуют в них надежность. Они понимают, что у тельцов эти эмоции, они сейчас есть, через час их нету. Но мозг всегда в работе. У козерогов этих эмоций гораздо меньше. То есть, может быть, их даже и больше, но они не на поверхности, они закрыты внутри. И телец, как никто другой, более терпелив к этим, может быть, закрытостям козерога, к этому замкнутому состоянию. Он понимает, что козерог очень многогранен, его просто нужно копать. И чем дольше, тем более качественно, как, наверное, хорошее вино с годами становится более терпким и чувствительным. Поэтому, чем дольше эти союзы существуют, вот с самого низа они начинаются и поднимаются вверх. И это происходит с годами, они укрепляются. Эти союзы очень, как правило, 80% таких союзов, даже из моей практики, они благополучные. И людям комфортно друг с другом. Так, ну, даже если какие-то вопросы, какие-то проблемы возникают, они достаточно быстро их могут урегулировать. Да, даже какие-то глобальные вопросы, несостыковка, ну, вдруг не произошла в интересах. Через какой-то момент времени они находят компромисс. И им это гораздо легче сделать, чем с людьми из других стихий, где нужно подбираться к эмоциональному фону достаточно долго. Здесь это происходит гораздо быстрее, так как они находятся априори на одной волне. Несмотря на разность взглядов на какой-то вопрос. В принципе, я считаю, что этот союз интересный. Вот, что еще хотелось бы сказать. Козерог это Сатурн. Самый длительный период времени перемен у человека. А у Тельца это Венера. Самая маленькая планета, которая движется быстрее всех. Там, по-моему, меньше года у нее оборот происходит. И Козерогу вот эти изменения даже интересны. Они важны. Они могут его просто подталкивать к каким-то поступкам, к каким-то поведам. Чтобы не засидеться на каком-то отрезке своей жизни. Ну, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Был Дмитрий Шинко. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok